дальше учеба кому надоело не смотрите потому что я не могу так просто пункт 1 делать то пункт 2 самое главное что делать то практически не надо пункт 1 ничего не делать пункт 2 снова ничего не делать пункт 3 опять ничего не делать это вся моя учеба мне приходится исходить от обратно мне приходится не учить нет вы ребята кто тут меня слышит это по-разному сейчас его 300 просмотров за неделю было а бывало и 600 и 1000 и 1800 но с каждым годом все меньше и меньше почему вы всему научились вы так это все знаете тут старая гвардия присутствует а дочки и практически нет и так новичков очень другие покажу по 2 миллиона просмотров это как уничтожить до 30 человек посмотрел в прошлый вебинар как не уничтожать а 300 а 2 миллиона так как уничтожать соотношение настолько дикое что руки опускаются но бывают интересные моменты вот сегодня познакомлю вас с очень интересным человеком и так феномен искусственные раны не лечатся вообще не лечатся это говорит железо паталогоанатом я садовый паталогоанатом я назначил себя сам это конечно неправильно это конечно мнение корочек что я паталогоанатом вот таких корочек не дают считается что посмотрел на дерево вроде рано затянуло все в порядке а когда она умерла после этого как рано затянуло а дерево умерло после этого никого голову не приходит прежде чем его жечь на дрова пустить на шашлыки никого не приходит голову резать через раны идем дальше и так постулат железного из вот это почему я назвал феномен действительно на такой феномен это не верится ни одна рана не залечивается ни одна из миллионов из миллиардов уже их триллионы по всей планете об этом никто не знает как так режут а то что не заряжается никто не знает никакой логики я назвал это феноменом человеческого психики режем а еще и закрываем глаза что потом и так постулат железа искусственные раны не лечатся от каждой раны снижается морозотойкость и иммунитет надоело ли вам ребята старой гвардии были дикая засуха двадцать второго года этого года и было холодное сару лета 219 мне железу удалось проверить самых страшных невероятных условиях и получил в 2012 году самое лучше всего за стулья взялись даже даже при эти скоппинсидеры даже старой гвардии возьмите за стулья лучше всего без малейших последствий без единое пятнышко холоднючая сырейшее лето сорвано этот курортный сезон везде и всюду нельзя купаться ни в озерах нигде потому что везде стоит холод сырость холод самое холодное до сих пор содержание вспоминать выдержали 100 процентов абрикосы к осени немножко появилась уже там паршина яблоники на грушах но это уже все равно осень все равно уже солнце нет ясно что этот абрикосы до сих пор не верю вот тут не верю говорю не верю а у меня же фильмы и вот и наконец я сейчас объясню почему я сделал градацию сейчас объясню была дикая засуха 2 2 2 этого то есть только стоило растаять с него его почти не было вот и потом дикая жара перемежалась с холодными неделями вот и все без дождей без дождей вот сегодня дождь прошел до этого был один количества дождь но это сейчас и тогда я с ужасом смотрел и опять абрикосы до сих пор увешаны плодами немножко сбрасывается потому что он невозможно сколько выкормить где они воду берут я хожу вокруг абрикосов вот где воду брать и это где слан доставал я поливал две трети абрикосов не полито ни разу и одной капли две трети я вспомнил на 50 или 100 если такая особенность ходить и не замечать и еще лень посчитать и получилось что вот это дальнейшее мое практическое открытие что касается холодного сырого лета еще раз лучше всех принесли абрикосы теперь это будет уже аксиомы это уже будет не как я привык говорить постулатом постулат это уже почти аксиомы это закон и так лучше всех переносит холодное сырое лето абрикосы осталось что сказать правильно стало сказать не искалечены абрикосы справка меньше всего количество абрикосы когда отрезается ветка не полностью еще меньше количество абрикосы то есть остается все наоборот чем в науке еще меньше колеса абрикос у тех у которых отрезается не полностью а часть ветки прирост последнего года на прививку вот практически лучшего переносит тоже болеют и фотографии есть но тем не менее даже когда немножко или немножко отсыхает ветку однолетний отрезок занятие двухлетний и она мертвая ну допустим это два процента дерево один процент пять процентов а остальное дерево ни одного пятнышка и это опять холодное сырое лето вот видите а теперь дикая засуха делаем вода и так дикая засуха значит я сегодня был чернобаева я снял кино она еще у меня пока в этом самом телефоне как он называется этот аппарат это кино вот скажу пока на словах потом его увидите и так посмотрел на его сад это было лучших сада нашего окрестностях и сказал себе вот эти это то то равно и так далее там жестовский четвертый сад там этот самый филиппий пятый сад не по градации а просто можно наоборот поставить первым филиппио вторым тотором это раньше нет это наша элита наша и так что я сейчас самое главное когда я кому позвонил с кем поговорил вывод делается такой вот теперь уже окончательный такой дикий казацкий может уже не повторится и так деревья с и длинным стержневым корнем засуху не заметили вспоминаем кто не любит воды что не любит сырости и наоборот кто оказалось терпит засуху идеально абрикоса урожай до сих пор предельно четыре дерева потерял но это еще не висит они были уже возраст выдержит такое вот ладно какой-то не подпер вовремя в общем потерял три с половиной дерева и так абрикос вот он напился из до воды 10 метров 10-12 метров до воды я имею ввиду подпочвенная влага вот она не значит что вот там где-то подземное озеро или подземная там просто насыщенная почва насыщена водой а эти 10 метров сухие да с неба ничего не падает но как я убедился есть специальная гидро 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 наука вот оттуда вода поднимается выше 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 и до какой-то степени и до какого-то количества получается абрикосы выдержали напоминаете записываете я особенно прошу я буду еще продолжать пока за оскорбление никто не ответил никто было один один отзыв был от этой самой от удачи тебе подумаешь это самое оскорбила вашего сына могли бы свести в шутку ну понятно да так вот главное за что у него как лопата и хотелось мне сказать такое ну как сказать унизить так чтобы до самого сердца достал а он взгляд злобный лопаты готов убить понимаете ну ты чисто бывает такое у людей невравновешено но я имею право теперь говорит так запоминайте я уже несколько раз вашу вашу подругу садил за парту образно записывайте значит это очень важно почему потому что любимое занятие отрезать ветки опрыскивать деревья которые больны насквозь это ваше любимое занятие и поэтому это итак абрикосы за ними груши так за ними черешня и персик все они имеют стержневые корни более короткие корни которым труднее засуху достичь того слоя того самого водоносного слоя и напиться имеют запоминайте слива вишня так про кустарники не говорю слива вишня яблоня и за мной фильме повторится эти слова чернобаев плохие урожаи в этом году но все живо живо все но не стали то ли знали то ли процессе падали сыпались эти короче у меня предельный урожай на грушах и у него на этих на прикосах и у него на даже на черешнях да а вот эти самые там класс которые изначально были предназначены для более сырых мест приучены миллионы лет и у них в геноме заложена возможность выживать опускается корень до воды дальше вымокание смерть умрет не умрет но отводок даст отводок даст отводок даст меня видно отводок даст и эти отводки корневые метры вдруг я показывал сто раз они играют роль не саленсов это часть дерева пуповина не прерывается не обрывается не отгнивает это часть дерева вот а это называется их ноги они шагают по планете именно вот это сыграло плохую роль именно с вишнями потому что страшно по стране уйдет уничтожение вишн в принципе остановить можно было хотя бы нет если я не не знаю если причина если она бактериальная но притормозить уничтожение может только если бы однажды с трибуны где-то где-то на самом важном заседании например президиум академии наук выступление министра сельского хозяйства выступление министра науки и высшего образования чтобы он сказал мы заканчиваем мы еще мы теряем вишню вообще они не знаю что в сибири у нас ни одно дерево не болеет это секрет от них вот но сказано должно быть хотя бы для европы прекратить обрезку вишневых деревьев хотя бы вишневых деревьев на ближайшие годы десятилетия хотя бы притормозить потому что нельзя больное дерево колесить вот а помните выпуски за тебя резинки будем опрыскаем обрежем и будем наблюдать 100 лет не хватило наблюдать что нельзя что опрыска не помогает я не мой постулат не одно дерево на планете еще не вылечили не вылечили а ну поговорим потом ниже тут же мой брат тоже воюет кое с кем и получается что сядю за парту узнали что есть деревья специально сержим кормами держат засуху есть деревья с более короткими кормами с возможностями вишни сливы яблони с возможностями размножаться с помощью отводков но именно вишни пострадали потому что а корневые отводки распространяясь по всей европейской россии сделали все деревья близкородственными специальная работа не проводится по их это самое поэтому по внесению чужих генов с других областей из других континентов эту работа не проводится об этом даже не знаю я железом когда мне с конференции отключили микрофон вот так вот по себе я выступал человек который все это рассказал про вишни вот которые как видите нуждаются все-таки в этом поливе в них меньше корни ни слова не сказал о близкородственных связях а их происхождение а это история садоводства должна знать я от кого знаю низких учебников я просто знаю потому что я выкопал корень ну дураку понятно они не дураки но они не выкапывали понимаете один раз где-то на лекциях показали крону а потом кто-то лениво перевернул ее получились и дописал корни соединил вот так вот так соединил вот так соединил две примерно одинаковые для разнообразия добавил все две ветки два корешка и написал это дерево это корни так вот не имея понятия о функциях уже каждого конкретного корешка каждого вот про близкородственные связи ни слова вот что имеем то имеем когда-то это станет лекция которая только остается украсить фотографии а и Субтитры создавал DimaTorzok